В лицее номер 4 на этой неделе прошла встреча курсантов Черноморского высшего военно-морского училища Ордена Красной Звезды имени Павла Степановича Нахимова города Севастополь с учениками школ Славинска-на-Кубани. О чем рассказали гости из города-героя Севастополя славинским школьникам смотрите в следующем материале выпуска. Черноморское высшее военно-морское училище имеет богатую историю. В следующем году ему исполняется 79 лет. Это учебное заведение существовало в разные периоды – во времена Советского Союза, когда Крым входил в состав Украины, и в нынешнее время. Благодаря восстановлению Республики Крыма с Российской Федерации училище было возрождено приказом президента Владимира Путина. В связи с этим военно-морское училище считается молодым в новом статусе. В рамках встречи капитан второго ранга Дмитрий Макаров рассказал ребятам об истории училища, о том, какие специальности там можно получить, его традициях, о подготовке в нём офицерских кадров, командного и инженерного профиля, о службе в военно-морском флоте России. Эта встреча является профориентационной частью нашей большой поездки по федеральному округу Южному. У нас города Тюмрюк был сегодня, Славянск на Кубани, Краснодар, Ставрополь, Элиста, Астрахань, Ростов-на-Дону, Азов, Волгоград. То есть мы постарались в этой поездке охватить практически весь Южный федеральный округ. После возрождения училища поток абитуриентов значительно возрос. В основном поступать приезжают из Крыма и Севастополя. Хотелось бы расширить географические показатели поступающих в училище, говорит Дмитрий Макаров. Славянские школьники в этот день посмотрели фильм об истории учебного заведения. Затем курсанты-нахимовцы показали небольшой концерт, читали стихи, пели песни и демонстрировали сценки из КВНа. Любите девушки простых романтиков, отважных лётчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков и стоит им дарит свою любовь. Большое впечатление гости из Севастополя произвели на ученика 11 класса школы номер 16 Максима Щеколдина. Рассказы об училище и выступлении курсантов изменили мнение славянца о будущей профессии. Мне понравилось выступление, песни, стихи, всё очень красиво составлено, была программа великолепная. Я думаю, может быть, попробовать связать дальнейшее своё призвание, профессию с воздушным или с морским уже училищем. Максим Колесник уже четвёртый год учится на факультете ракетного вооружения надводных кораблей в военно-морском училище. Кроме повседневных занятий, признаётся курсант, там можно развивать свои способности в творчестве, спорте, поэзии и многом другом. То, что курсанты продемонстрировали на сцене, лишний раз это доказывает. Я учусь хорошо, но также люблю заниматься спортом. Часто езжу в сборное училище по пятиборью выступать на соревнованиях. Ездили в этом году, ездили в Москву. Люблю заниматься КВНом в свободное время. Вот на данный момент, сегодня из-за этого я сюда и приехал, к вам в город. В конце мероприятия капитан второго ранга Дмитрий Макаров ещё раз призвал славянцев поступать в Севастопольское училище. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События». Яхлора. Яхлора.